В 2018 году в деревне Алешино, одном из экологически чистых уголков, началось строительство завода по переработке пластика «Риополимер». Жителям обещали, что это будет самое современное, высокотехнологичное и экологически чистое предприятие. Однако с выходом на проектную мощность люди начали ощущать резкий неприятный запах, который постепенно накрыл всю округу. Сегодня участники «Экорейд» разбирались в непростой ситуации с заводом «Полимер», который длится уже на протяжении двух лет. Жители бьются за свои экологические права, за право дышать чистым воздухом и пользоваться чистой водой. Запах особенно ощутим стал в этом году, когда была самая жара, когда был ковид, невозможно было проветрить дом вечером, потому что стоял невыносимый запах сероводорода, аммиака, формальдегида. Запах идет из пруда технического, который находится на территории завода «Риополимер». Но владельцы завода только разводили руками. Позиция учредителя и руководства завода была однозначной – это не мы. Инженеры завода выезжали без газоанализаторов и искусно делали вид, что не ощущали никаких запахов. Тогда возмущенные жители обошли предприятие по периметру и обнаружили трубы. Через них завод сливал зловонную жижу прямиком в ручей. Отравленная вода попадала в реку Ольшанка, а оттуда – в Учинское водохранилище. Запах из-за чего? Из-за того, что эта вода моет мусор, по сути. Они ее сливают в пруд, пруд парит, все это воняет, все это оседает на дно пруда. А пруд-то он тоже не бездомный, он переполняется, ну, куда-то надо сливать. Он вот раньше сливал в реку, сейчас просто не можем найти опять заново, засыпал следы эти. Якобы сейчас обратно это все заливает на производство и по кругу гоняет. Вся округа в местах сброса была усыпана пластиковыми чешуйками разных цветов и размеров. Сколько пластика утекло с завода и осело на дне водоемов, можно только догадываться. Немысленными усилиями удалось пригласить министра ЖКХ на завод. 20 июля состоялась первая встреча, на основании которой разработана дорожная карта для риополимера, для устранения запаха. Но, к сожалению, за месяц не поменялось ничего. Следующим шагом стали лабораторные замеры. Экспертиза выявила многократные превышения содержания ионаммония и нефтепродуктов в воде, а также сероводорода, аммиака и формальдегида в воздухе. Хотим найти адвоката, хорошего юриста, чтобы исковые обращения составить по фактам. Под давлением общественных организаций, совместно с представителями завода, надзорными органами и общественным контролем была создана рабочая группа. А Красногорский городской суд принял к производству два иска министерства ЖКХ к заводу. Тем временем, риополимер продолжает в круглосуточном режиме работать и отравлять жизнь, принимая на переработку новые тонны пластика. Мы берем этот ситуационный контроль и будем добиваться того, чтобы все мероприятия экологической направленности были доведены до конца. И жители, наконец-то, могли вздохнуть полной грудью. Но вот сегодня, судя по заявлению министра, что я ничего не вижу и ничего не слышу, у нас такое подозрение, что там как бы рука руку моет.